А кто живет у дедовой хачи? У какой хачи? У прудку? Ну? А на что тебе? Ай, мам, просто скажи. Тебе уже такая хата трепа. Мам, ну просто скажи, живет в тени. Что ты уже придумал, а? Сядь я в Минску и не дуры голову. Ну, добра, мам. Современный формат литературы, книга, написанная на основе фейсбук-дневников мужчины, сменившего городскую суету на размере на деревенский быт, легла в основу уникальной постановки «Радио Прудок» от Национального академического театра имени Янки Купалы. Три ведущих актера – Михаил Зуй, Дмитрий Есеневич и Светлана Аникей – воплощают на сцене восемь совершенно противоположных друг другу образов. Они рассказывают о том, как далеки сегодня жители городов от того, что происходит в небольшой деревеньке, и почему, вопреки всему, никак нельзя утратить истинную связь человека с его малой родиной и природой. Уникальный спектакль в том, что ты там много чего делаешь, и мы втроем это все делаем. Такой моноспектакль на троих хватает всем там своих кусков. Воздух, пропитанный запахом бабушкиных пирогов, знакомая тропинка, по которой боссы и ноги ходили практически все беззаботное детство. Это письма из параллельной реальности, которые у старшей поколения еще помнят. А для младшего она как магический реализм Маркеса с другой части планеты, или вообще с другой планеты, как это любят рептовать театральные критики. Больше года назад, когда спектакль только зарождался, никто не мог предположить, что эта постановка соберет такое количество поклонников и найдет поддержку авторитетных спонсоров в лице представителей компании «Волком». Для режиссера Романа Подоляка и его коллектива это была работа для души, очень многоплановая и интересная. Покажи, калиласка, а что самое складанное в твоей профессии в Вольверху? Ох, мальчик, надо щичь мячь. Самое складанное? Самое складанное это... Порошинация. Починации уже говори «Вельми automaticlich bullites you Яandezヤ que I am sorry, да, вернее пахать. Починации уже говорили they дaju,ISS oh да, пахать. А когда выпадает в первый снег у нас, у дворнику, теперь просто быть спиной. Мне подается, что нужно просто быть открытым для воспринимания. Не нужно, не знаю, приходить с древним настроем, а просто приходить для того, как разом с нами здесь, где-то подороже, где-то полет на иншую планету. И как бы это принесло просто некая, не знаю, да, инспирацию, некая такая подъем духа и некую мотивацию для того, как пробиться наступное круг далее. Это аудиовизуальная история, это очень интересные костюмы, свет, это классная актерская работа. Это действительно новый уровень, это когда ты полностью погружаешься в этот мир, в мир автора, в мир его книги. Это, наверное, самое лучшее, это то, что есть возможность это объединить. Спектакль запомнится публике не только сюжетом. Особое внимание коллектив Купаловского уделил музыкальному сопровождению и декорациям. Вместе они создают очень необычные ощущения сцены. Кроме Бреста, популярную белорусскую театральную постановку увидят в Пинске, Гомеле и Калинковичах. К слову, неподалеку от этого города и разворачивается действие пьесы. Анастасия Ноздарин, Плотницкая, Павел Малошонок, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.